Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». И в ближайшие 10 минут не получится сказать «не верю», ведь мы в гостях у режиссёра Романа Евгеньевича Маркина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый выход на сцену – это… ты должен чем-то удивить. Он терпеть не может выражений, вуз оказывает услуги. Хороший вуз ничего не оказывает, он даёт правильный вектор, и преподаватель пытается каждого студента, а многие из них далеки от театральных гениев, дотащить до своего уровня. Ставить спектакли очень легко. Нужно вскрыть автора, нафантазировать форму и умереть в актёре. Всё. Как говорил Вольтер, всё равно про что пьеса, главное, чтобы было интересно. Только что мы закончили Шекспира со студентами, мы делали «Сон в летнюю ночь». Теперь мы будем делать Мольера. Казалось бы, сегодня разобраться в этюдах, стендапах, стемах, работе с предметами и применением темпа ритма куда проще, чем 10 лет назад. Те, кому не повезло расти в коридорах театра, могут учиться на современных телепроектах. Безусловно, не все из них пример положительный. Но многие студенты не отягощают себя и такой работой. И потом они приходят и говорят, я ещё не выбрал, я ещё не выбрал. Думаешь, ну конечно. На самом деле понимания нет и первый курс начинается практически с нуля. Первокурсники ещё не понимают, насколько им повезло с учителем и какое количество терпения и мудрости приходится ему припасать для очередной сессии. Роман Маркин – один из немногих в стране, кто замахнулся на театральное воплощение поэзии. Блестяще перенёс тонкий лиризм поэтической метафоры на сцену. И глаза у бабушки ласками, и злошених с лица, лишь пойдёт она отплясывать еленского лица. «Первая красавица» – уникальная поэма Евгения Маркина, отца режиссёра. Сложнейшая работа для постановки, ведь написана она в форме частушки. При этом зритель должен понять суть женской доли, где есть место всему. Самоиронии, любви, трагедии, жалости, наконец, из-за которых всё-то у русской бабы со слезой. Спектакль «Провинциальные сцены» после такого «Щедрину» тоже. Этот спектакль был поставлен к юбилею Рязани. Там звучат актуальнейшие вещи, которые делают Салтыкова-Щедрина классиком русской литературы. А эти кадры теперь, пожалуй, только в личной коллекции режиссёра Маркина. Один из его первых знаковых спектаклей на профессиональной сцене. Его Пугачёв стал лауреатом первого фестиваля исполнителей есенинской поэзии. Послушайте, послушайте, послушайте! Вам не снился тележный свист? Нынче ночью на паре Зыпко 30 тысяч халмыцких и видок от Самары пропазло на Иргиз. От российской чиновничьей неволи! От того, что как гуропоток их щипали на наших лугах, потянулись они в свою Монголию стадом деревянных черепах! Человек идёт на плаху, говорит, дорогие мои хорошие, ну это так было, так будет всегда. То есть актуальность, она обязательно. Иначе этот спектакль ты не должен делать сегодня. В начале 90-х театр не указывал на афишах фамилии актёров, ограничивались только представлением режиссёра. Роман Маркин был непреклонен и буквально требовал, чтобы имя исполнителя главной и по сути единственной роли было названо. Он до сих пор убеждён, от афиши зависит дальнейшая судьба постановки. В ней непременно должна быть загадка. От родителей Роман Маркин узнал главную истину. К собственному труду нужно относиться бережно, достойно и гордо. Если бы его отец опустил руки после несправедливой опалы, кануло бы в лету и всесоюзная известность. Никто бы не помнил никогда, если бы у него не были такие замечательные произведения, вышедшие из-под его пера. Он никогда не кичился своим генетическим багажом, а ведь его прабабка Елизавета Краевская – концертмейстер и постановщик голоса, работавшая по семейной легенде с Фёдором Шаляпиным. Бабушка Мария Краевская – балерина, дед Пётр Чернов – известный драматический актёр, а мама Галина Чернова – чуть ли не единственный профессиональный театральный критик в нашем городе. И она мне всегда говорила, Ромочка, понимаешь, вот ты должен, сынок, в своей профессии работать ты должен хорошо, чтобы было не стыдно потом говорить, что вот это сделал ты. В детстве он, конечно, думал, что станет журналистом. Ему безумно нравилось наблюдать за родителями, которые сосредоточенно всё время что-то писали, а в конце статьи ставили свою фамилию. Это снимал, между прочим, Станислав Пастушенко. Был такой замечательный фотограф. Это я тоже маленький. Вот такие были люди в середине 60-х. Почему-то из всего, как сейчас говорят, бомонда, состоящего из первых лиц города, актёров и писателей, он запомнил только поход с папой к Солженицыну. Возможно, потому что именно с его именем через несколько лет свяжут так много переломных событий в семье Маркиных. Рыжая борода, борода для меня была тогда каким-то таким символом непонятным. Всю свою жизнь я знал, что есть дядя Серёжа Леонтьев, что есть дядя Аскар Тагер. Я всю свою жизнь Лёню Митника зову Лёней, потому что, ну, с младых ногтей. Но ни один студент за всю долгую педагогическую практику не почувствовал над собой домоклов меч этой звёздности. У режиссёра Маркина её попросту нет. Как говорит он сам, работа – это нормальное, привычное состояние души. Запоминаются именно дела. Режиссёр ответственен за всё. За то, что пол грязный во время репетиции или во время спектакля. За то, что у артиста оторвалась пуговица во время спектакля не в нужном месте и не в нужный час, виноват режиссёр. Никуда не денешься. Некой отправной точкой его режиссёрской биографии стал Рязанский ТЮЗ. Я пошёл в ТЮЗ, посмотрел спектакль. Назывался он «Остановите Малахова». И вот, и всё. И этот спектакль перевернул мою жизнь. Я отказался от многого, то, чем занимался раньше. И после школы я пошёл работать в театр осветителем. Несколько лет он в прямом и переносном смысле освещал творческий путь другим. Но в конце концов понял, что может дать театру много больше, чем правильно выставленный свет. Затем, чего так не хватало его душе, отправился сначала в Рязанский институт культуры, затем в Щукинское. Достаточно тоже было забавно, потому что все знакомые, никуда не денешься. Сказки, пьесы, спектакли, картины – он до сих пор удивляет зрителя сочетанием фактур, техникоподачей. Он всегда готов к экспериментам и поотечески гордится именитыми выпускниками. Кстати, как раз один из бывших студентов пригласил его на роль в кино. Пригласил, говорит, артистов в Москве нету. Роман Евгеньевич, приезжайте, сыграйте у меня рольку. Вот фильм. Я говорю, ну, давай попробуем. Напрасно вы ее отпустили, между прочим. Вот она, расписочка-то, вот она. Черным по белому. Хорошо, я согласен выслушать вас тоже, но давайте пройдем в машину и поговорим. Хорошо. Ну что ж сразу кидаться на женщину-то, ну? А что ты еще делаешь-то? Герой сериалов «Детективы», «След» и «Дальнобойщики» зрителю полюбились. В одном фильме я играю какого-то лоха, вот, да, но я... Мне не хочется думать, что я лох, я не знаю, может быть, я и лох по жизни, но не хочется в это верить. А в другом, в одной из серий «Детективов» я был каким-то преступником, вот. Ну, то, что я не преступник, это, ну, это точно. Очень трудно в семье известных людей обрести имя и лицо, которые будут ассоциировать с твоими работами. Вот уже на сцене делает первые шаги его маленькая дочка. А он сам трепетно показывает новые книги с произведениями отца. В этом и есть преемственность. На бесценном фундаменте строить что-то свое. А значит, скоро появятся новые афиши со строкой «Режиссер Роман Маркин».